как вести себя с мамой у которой сильные эмоциональные качели я пока очень завишу от нее значит тут очень важно завишу от нее сколько вам лет если до 18 окей терпим зависим от нее если больше 18 и собираем манаточки и сваливаем и не надо зависеть от нее и не надо себя раскармливать на этом потому что это опасная штука очень сильно опасная штука вообще кстати говоря вот я когда работаю с людьми с невротиками самое сложное это когда у меня кто-то сидит на подсосе это муж содержит все я понимаю что муж содержит мы не сдвинемся с места мама содержит папа содержит вот любую проблему будь то депрессия будь то фобия будь то что бы то ни было если где-то кто-то содержит все она не сможет отлепиться от своей вторичной выгоды под названием фобия депрессия до обсессивно-компульсивное расстройство и так далее она не сможет от этого отделаться потому что есть напрямую это выгода поэтому это очень опасно я вам сразу скажу если есть хоть какие-то у вас мотивационно-волевые ресурсы просто бегите от мамы как отошпаренный значит как ошпаренная от мамы бегите пожалуйста соответственно если вам до 18 лет как пережить эти эмоциональные качели а значит у мамы по всей видимости климакс да вполне возможно ну то есть почему нет вполне возможно то есть с 50 до 60 женщина может проходить вот такой климактерический период и впадать в эти эмоциональные качели и вот тут нужно понять если это климакс то нужно как бы сказать мамки над невропатологу а с невропатологом потом сказать слушайте вот у него там наверно климакс там т.д.д. потому что это очень важно если речь идет про гормональную составляющую то тут никакая психотерапия не поможет никакие ваши приемы не помогут здесь поможет только гинеколог эндокринолог которому срочно нужно отправить вашу маму понимаете скорее всего вот бак бабки не ходи а мама у которой эмоциональные качели имеет отношение к гинекологу эндокринологу это первый врач которого должна посетить ваша мама значит это 2 мая а второй момент значит если это не к эндокринологу то это и к невропатологу тоже потому что вот эти эмоциональные качели вот такие да возможно вообще придется прописать нормотимики почему нет да они очень сильно стабилизируют эти эмоциональные качели в идеале маму отвести к врачу значит это начиная к эндокринолог гинеколог невропатолог и психиатр то есть это три специалиста которые маме могут помочь именно эмоционально так сказать стабилизироваться соседи начали долбить но я успела осмотреть успела кое-что отнять вот так это первый момент да такая вот органическая скажем так составляющая которая базовой главное основополагающего всем это второй момент который мы рассматриваем уже как адаптироваться к этому маму не наделять тем что она в этом права потому что самое сложное смотреть на маму как на адекватного человека как на то что она права в этой истерике нужно четко понимать сейчас у мамы допустим значит какие-то психофизиологические процессы в ее организме она ведет себя неадекватно все смотреть на нее как на душевного душевно больного человека в данный момент да когда идет какое-то экспрессивное выражение своих чувств вот и все то есть если вы начинаете подстраиваться к маме в привычном формате чувствовать какую-то виновность неадекватную неуместную вообще ситуации то это будет все только усугублять понимаете нужно стараться отстраниться до от этого сделать шаг в сторону выйти расторжествиться с этим потоком энергии потому что вообще скандал да когда человек закатывает какую-то истерику он очень заразительно у него очень сильные вибрации никого не присоединяет всю толпу к этой к этой истерии поэтому вот так мои любименькие значит мужчины в постсоветском пространстве большинстве своем хуже чем за границей они другие в постсоветском пространстве мужчины чем они отличаются они требуют от женщины гораздо больше они гораздо более избалованные но в них больше мужественности чем в мужчинах которые живут в той же на самом деле европе я огромное количество девочек проконсультировала титаническая просто сумасшедшая живущих за границей кто у меня по выходил замуж и в италии в германии в норвегии ну ну их очень было много этих женщин могу сказать одной я не могу вспомнить кто бы у меня на них не жаловался они все дико страдают от их жадности от их расчетливости от их скрупулезности от какой-то не могу вспомнить ни одного какого-то щедрого мужика живущего в европе вот чтоб мне какая-то девочка сказала в америке могу это это там были пердуны то есть в америке есть старого поколения старой закалки дядьки но имейте ввиду это должны быть 50 плюс то есть до 50 они все точно такие же как европе каждый платит сам за себя и полное партнерство никто не будет ничего в россии и в постсоветском пространстве еще мальчики не не до такой степени скажем так развращены феминистической идеологии да вот этой что делать если хочу выйти в окно если отпущу контроль не мы недавно с вами говорили про суицидальные мысли вот это про то же самое да посмотрите мы недавно говорили посмотрите опять же да значит в острой фазе обязательно нужно принимать один антидепрессанты которые обязательно вам пропишут психиатр если уже до по доходит до того что вы хотите прыгнуть в окно это абсолютно точно нужно сидеть на антидепрессантах тут даже без разговоров и второй момент когда уже вы переходите непосредственно к психотерапевтическому процессу кто хочет выйти в окно кто желает выйти ведь не вся я хочу выйти в окно нет часть меня хочет одно а другая часть другое 3 3 5 5 а какая-то только часть хочет выйти в окно и иногда эта часть очень сильно разрастается что как будто бы она начинает уже мной овладевать она уже начинает контролировать до все эти процессы вокруг так вот ваша задача расторжествиться с этим образом с той частью которая хочет в окно до провзаимодействовать с ней что ты хочешь почему ты хочешь да чего тебе не хватает чего бы тебе хотелось что я могу для тебя сделать и вы увидите что это скорее всего детско-подростковая какая-то часть которая хочет выйти в окно который очень сильно нуждается в вашей взрослой поддержки очень до вашей родительской такой поддерживающей части что я с тобой я тебе во всем помогу я тебя во всем поддержу мы пойдем с тобой туда 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 все тебе купим всех побьем накажем мы пойдем с тобой сделаем там у нас с тобой получится бизнес такая карьера у нас как все будет хорошо да вот я тебя с тобой я с тобой я с тобой можно поставить даже на телефон свою эту фотографию той части то есть найти в детском альбоме ту часть которая хочет выйти в окно до этот возраст что там произошло какое было насилие развод родителей какая была психотравма проанализировать посмотреть что там было да записать все это в дневничке чувств посмотреть прописать да и вот в своем телефоне я вижу свою малышку которая хочет выйти в окно и я от своей родительской взрослой и взрослой и родительской чаще поддерживаю свою малыш куда я с тобой так пойдем тебе купим игрушку в общем я вам даю домашнее задание значит кто мне это написал да девочка или мальчика не пойму вот значит купить игрушку вашей вот этой части которая хочет выйти в окно то есть купить потому что это не взрослая часть хочет в окно это незрелая маленькая личность ваша задача определить сколько этой малышке лет разный может быть возраст разным так значит последний вопрос заключительный вернее здравствуйте страх продешевить вступая в отношения что это страх продешевить вступая в отношения дело в том что нас девочек воспитывали вообще по всем постсоветском пространстве в общем то в такой традиционной до манере в традиционной парадигме что мы выходим замуж и муж должен больше зарабатывать муж в идеале должен конечно же содержать да семью а жена она должна уже свое удовольствие работать если она хочет соответственно выбирая себе спутника жизни мы смотрим а насколько это партнер достоин того чтобы мне связать с ним жизнь насколько я на него могу положиться насколько мне действительно это все сулит надежное будущее могу ли я рожать ему детей будет ли он их содержать купим ли мы хороший дом хорошую квартиру и если я это сейчас не сделаю найду какого-то вовку бровкина размножусь так сказать и буду жить всю жизнь коммуналке то я продешевила я лоханулась потому что сейчас мне с моими детьми уже там после 30 как будто бы не выйти замуж да я вижу что мужчина вокруг очень избалованы они такие требуют сильные что вот они не хотят вот связывать свою жизнь с этим с какой-то там многодетной женщины и так далее и вот мне надо сегодня в своем девичестве так сказать не продешевить поэтому это в принципе менталитет наш постсоветский менталитет мусульманских стран да вот и исламских странам значит и так далее кавказ тоже они тоже на все это ориентировано почему дружат с семьями с детства присматриваются к семьями семья была уже них а богатая а какое приданное а какой там колым а что а надо посмотреть а сколько золото не продешевить поэтому это все нормально то есть это какие-то такие основополагающие базовые в общем то вещи которые базируются вот на самым таком примитивно фундаментальном что льда животным где-то мире поэтому совершенно нормально тут просто если вы настроены на это то все окей вы не рассуждаете как-то неверно то есть практически любая девочка скажем так если она не такая жесткая феминистка даже жесткие феминистки честно вам скажу они сами себе врут все в глубине души каждая каждая женщина я вас уверяю хочет подарки хочет быть любима хочет чтобы ее кружили на руках хочет чтоб ей открыли дверь и пусть не взят просто если вы посмотрите на феминисток вот так вот на это на их средств хотя их очень люблю а по большинстве словам это просто женщины которые не у которых не получилось выстроить отношения с мужчинами не получилось они маму свою защищали они выросли в некоторые такой мужа ненавистнической немножечко до какой-то обстановке где-то как-то вот и так далее то есть у этого этого есть такие невротические корни все таки все таки поэтому в каждой феминистки и живет вот это вот потребность и потом они не внешне как правило не очень такие красивые девочки там и какая-то и кость широкая лишний вес и прыщи и чё-то черти что и поэтому она уже как-то все говорит а мне не надо как будто будто на первое сказала что и не надо все мои любимые мои стукачи вот эти вот вы скажите мне вот этот длится уже целый год да вот этот ремонт и у меня в стремя ощущение что вот эта хозяйка вот этой квартиры она приходит и говорит так мужики мне не нравится ломаем заново ну потому что блин ну за год можно вот наверное это сделать все как вы считаете или нет поэтому вот так и в этом плане конечно не очень повезло потому что мне как блогеру я психолог блогер да могу я снимать только по воскресеньям соответственно за один день много видео не снять снять и вот у меня сейчас получилось пока они обедали мне быстренько получилось что-то снять все мои кисточки вас лую я обнимаю